И гордо реет флаг державный. Ежегодный конкурс на знания государственной символики страны и области проходил в Оренбурге уже в шестой раз. Его участники – школьники и их учителя. Кто стал победителем интеллектуальных состязаний, узнавал Александр Смолей. Государственные символы нашей страны настолько стабильны, что в них вряд ли можно найти что-то необычное. Однако есть люди, которые придерживаются другого мнения. Фарис Байрамов – человек с активной жизненной позицией. В родной 41-й школе Оренбурга им гордятся. Кстати, здесь же когда-то учился автор гимна нашего города. Решил сделать исследовательскую работу, чтобы люди узнали, что в нашей школе учились такие люди, как Юрий Сергеевич Энтин. На его песнях выросло не одно поколение. Впервые после войны поэт посетил Оренбург шесть лет назад, в том числе и свою школу. С тех пор его общение с родными местами не прекращается. Главную песню города Юрий Сергеевич написал в соавторстве с Давидом Тухмановым. Изучать гимн Фарису помогали его друзья. Школьник глубоко исследовал биографию поэта, нашел уникальные фотографии и изучил гимн буквально по строчкам. В каждую из них Юрий Энтин вложил душу. Послушаешь это творение, и перед глазами проносится многолетняя история степной столицы. Заренбург с теми степями парят державные морды. Кропотливый труд не оставил жюри конкурса равнодушным. Второе место в номинации «Исследовательские работы и рефераты». Выбирать пришлось из 162 проектов по пяти номинациям. Это рисунки, сочинения, стихи и даже фильмы на тему государственной символики. Еще Петром Великим был он поднят в Архангельске на мачте корабля. Это строки из стихотворения Насти Гребенкиной из Бугруслана. Юная победительница написала о российском флаге. Мы ходили с сестрой в библиотеку, собирали всю информацию, а потом с этой информацией я пыталась составить стих. Творческий процесс давался девочке нелегко, но победу, увы, никогда не достается даром. Умение Насти трудиться с малых лет достойно огромного уважения. Дети, несмотря на свой возраст, юные, скажем так, они настоящие вообще патриоты своей родины и с активной гражданской позицией.